Мы приветствуем студентов семей Государственного университета и студентов семей Государственного медицинского университета. Приветствуем преподавателей и профессоров этих университетов. Радиологический и технологический университет приветствует вас и мы хотим сделать обзор тех программ, которые мы хотим открыть в Казахстане, в нашем казахстанском кампусе. Семей Государственный университет и Семей Государственный медицинский университет в сотрудничестве с радиологическим и технологическим университетом откроют магистратуру по двум программам медицинская физика и наномедицина. В дополнение к этому, после совместной работы, особенно в области науки, совместных проектов, мы можем разработать и накопить интеллектуальную собственность. Например, как разработать совместные программы компьютерные, либо разработать патенты, которые могут быть использованы для лечения раковых заболеваний. Эта программа, магистратура, начнет свою работу осенью 2012 года. Давайте поговорим о том, что же такое медицинский физик. Многие люди, наверное, не знают. Медицинский физик, эта профессия объединяет технологии с клинической практикой. В таких областях, как традиционная онкология, диагностическая радиология, ядерная медицина, а также медицинский физик работает в области науки и в индустрии. Образование медицинского физика обычно на уровне мастера, либо доктора. Это очень интересная работа, потому что медицинский физик работает с новыми приборами, с новыми технологиями и позволяет лечить людей. Также немаловажна нехватка этих специалистов в мире, поэтому эта профессия сейчас актуальна. Функции медицинского физика это, во-первых, выбор оборудования для клинических исследований, а также работать с агентами и с производителями этого оборудования, проверка и тестирование качества оборудования, проводить оптимизацию этого оборудования. И все эти функции должны выполняться при одной важном требовании – safety, что означает радиационную безопасность. Здесь перечислены, какие приборы используются в медицинской физике. Линейный ускоритель и либо другие высоковольтные генераторы рентгенского излучения, а также используется бракотерапия, используется низкодозовая бракотерапия и высокодозная бракотерапия. Например, этот рисунок показывает кабель, в конце которого приварено источник радиоактивного излучения. И если мы видим, диаметр кабеля очень маленький, то есть источник радиационного излучения может доставляться в очень маленькую область. Другой метод, который мы используем, называется стереотактическая радиохирургия. И использует два инструмента. Это инструмент, основанный на линейном ускорителе, либо гамма-нож. Мы имеем 16 лет опыта работы с этим методом. И этот метод используется для лечения заболеваний мозга, раковых заболеваний мозга, точечно. Мы вводим маленькие источники радиоактивного излучения точечно в мозг для лечения заболеваний. Другой инструмент, который медицинский физик использует, называется стереотактичная радиационная терапия всего тела. У нас имеется 10 лет опыта работы с этим инструментом. И идея использования этого инструмента такая же, как для лечения мозга. Мы точечно используем источник радиации для лечения точечных заболеваний, например, в области легких, в области печени, либо в других местах. Высокодозная бракотерапия. Это метод лечения. Мы имеем 23 года опыта работы с этим методом. Источник высокой дозы, радиационный источник, вводится внутрь тела и может быть использован для лечения рака груди, простаты, легких, либо гинекологических органов. Например, на этом рисунке вы видите пузырь, введенный внутрь грудной полости. И внутри этого пузыря находится радиоактивный источник с высокой дозой. И радиационно облучаются прилегающие ткани к этому источнику. Почему же медицинская физика является такой важной? Радиационная терапия только одна составляющая из трех способов лечения кенсера. Для лечения рака мы используем кемотерапию, либо радиационную терапию, либо хирургию, либо комбинацию этих методов. Радиационная терапия может лечить рак, но также может и убить пациента, если неправильно используются и неправильные дозы выбраны. Поэтому очень важно оптимизировать работу этих приборов и препаратов для того, чтобы лечить пациента, не убить его. Нехватка специалистов в этой области в Соединенных Штатах составляет порядка 20%. Этой профессии около 40-45 лет, и первое поколение медицинских физиков уже выходит на пенсию. Поэтому число нехватка растет. С другой стороны, технологии улучшаются, и мы можем диагностировать рак на ранней стадии, что приводит к увеличению числа пациентов. Это также вносит в лепту невхватку медицинских физиков. Нехватка специалистов в области медицинской физики также наблюдается в международном масштабе, даже хуже, чем в Соединенных Штатах, в таких странах, как Чили, Япония, Китай, Индия и другие. И мы имеем возможность раковым больным помочь в мире и в Казахстане, обучая и подготовив специалистов в области медицинской физики. Радиологический университет предлагает магистратуру в области наномедицины, в области медицинской физики, в области медицинской физики здоровья, и также имеется бакалавриат в области медицинской дозиметрии. А также мы предлагаем курсы для бакалавров. Получить более подробную информацию об этих программах и курсах, пожалуйста, посетите наш веб-сайт по адресу www.rtuvt.com. Модель радиологического университета очень проста. Это комбинация онлайн лекций, а также комбинация с помощью преподавания непосредственно профессорами и инструкторами. Таким образом, это онлайн подготовка, плюс непосредственно работа со студентами в течение периода, который называется bootcamp, когда студенты собираются и профессора непосредственно преподают студентам. И студенты сначала смотрят лекции в онлайн режиме, они знакомы с материалом, потом приходят непосредственно к преподавателям, уже зная материал заранее. И в этом случае взаимодействие со студентами и преподавательского состава становится наиболее эффективным. Профессорский преподавательский состав RTU является экспертами в определенной специфической области и они имеют как клиническую ориентацию, так и научно-исследовательскую ориентацию. И наши профессора взаимодействуют с другими компаниями, с другими университетами и проводят консультации для них и для производителей этого оборудования. На этом слайде вы видите профессоров радиологического университета, которые являются выпускниками разных университетов США, университетов в Вискансинг, университетов в Колорадо, Перду-юниверситет, университетов в Кентоке. А также у нас имеется визитинг, это посещаемые профессора из разных университетов США. Недавно к нам присоединились два новых профессора. Майк Стеббин, который является лидером в ядерной онкологии, и Стив Готч, который является специалистом в области стереотактической радиохирургии. Мы очень горды объявить новую магистратуру в нанотехнологиях и в медицине, наномедицину. Эту программу возглавляет профессор Ренат Литфулин, который является экспертом в области наномедицины и имеет контакты в Соединенных Штатах и за рубежом в этой области, и привлекает специалистов в этой области. В будущем основная масса пациентов больных раком будут лечиться с помощью наномедицины. Наша совместная программа с Казахстаном, с семьей государственным университетом, с семьей медицинским университетом и радиологическим университетом. Это будет магистратура, двухдипломная программа. Один диплом будет дан университетом из Казахстана, с семьей государственным университетом или с семьей медицинским университетом. И другой диплом будет дан радиологическим университетом Соединенные Штаты. Это двухгодичная программа. Первый год студенты будут учиться в Казахстане, и второй год студенты будут учиться в Соединенных Штатах во флоридском кампусе радиологического университета. И другие детали об этой программе. Студенты будут обучаться ведущими экспертами в США в области медицинской физики, также ведущими экспертами в США и международными экспертами в области наномедицины, а также студенты будут иметь клиническую практику в Соединенных Штатах и за рубежом. В заключении я хотел бы сказать, если вы хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.artuvt.com. И вот эта модель кампуса в Казахстане, которую мы создаем, она будет использована как пример в других странах. Мы будем обмениваться своими общими ресурсами, своими экспертами, создавать продукцию, и основная цель – это сохранить жизни пациентам. И мы это делаем, потому что мы имеем клиническую компетентность, мы имеем клиническую коммуникационную способность, мы знаем, как это делать. Мы хотели бы работать со студентами и профессорами в семье. Спасибо.